вот так в палатке и проспали блин жестковато положил на шмотки вниз мой матрасик уже все выкидываете волните не держит из-за этого жестко на подъем что вот такое красивое место сказали нам что здесь вообще какие-то гонки проходят важно палатка моя здесь не около мотика немного жестко ну и сижу здесь виды на самом деле . красиво это все кемпинг-граунд то есть место где ставят дома на колеса потому что есть электричество подключение здесь прямо сразу он душ в общем нормально так вот такие смотрите здесь насекомые это у нас богомол по идее он должен летать в основном кстати нервиши катаются бабушки с дедушками есть такие варианты с покажу немножко душевые вот у нас горячей воды но включает пробуй ваш выспался круче туалет и нормальная приходишь так из души кому сижу чистый воздух и день твой становится гораздо лучше отдохнуть только надо вот честно ритм у нас очень прям такой серьезный опять же напомню почему мы спешим потому что не надо пройти мотоцикла а мотоцикл идет целый месяц до европы соответственно если я например ну пристан так чтобы легче было 15 сентября отправляем мотоцикл вылетаю то я такого 15 октября заберу соответственно по европе уже ехать будет не самая лайтовая тема то есть как бы еще не холодно но все же то есть если плюс-минус это еще какие-то придут задержки то это все холоднее поэтому есть промежуток времени который надо желательно успеть забрать мотик и выехать его доехать до южного части европы где уже не так будет холодно круче паша ты доволен палатка да так посмеялись теперь по же как палатка вообще нормально функционал очень хорошо ну супер за 50 долларов прилагался бы еще к нечего утром чеком собрал нормально паха давай помогу спасибо этому дому все ехали ехали дальше закидываем ногу когда высокий мотоцикл кстати вот мне низковато на моем я хотя бы чтобы степление было вышло вот такой вид нормально все друзья мы покидаем этот кемпинг сколько белок здесь такие они более худенькие стройные друзья вот в америке очень странно иногда есть мысли идеи по придумыванию названия вот например apple да как вы все знаете но это не исключение на самом деле и здесь очень много разных вариантов вот например сейчас мы были черный медведь ужин вот все название и вот это мы сейчас спорим он говорит нет бир я говорю нет там был медведь потому что еще медведи стояли и он смотрите breakfast клуб тоже название то есть у американцев все так синий синий хостел например там или я не знаю вот как индейцы помните называли там не за быстрый шмель и вот это же самое здесь скорострел ну типа вот такого друзья здесь почему-то это все время применяется ну что друзья будем завтракать да будем заведение приехали я выбрал это заведение видим что в принципе везде всегда стандартная цена да по 10 баксов все все по 10 все по 10 все по 10 вот такое заведение что два яйца за сколько два яйца это хорошо за сколько два яйца будет короче два яйца стейк тосты пятнашка пятнашка это стандартная пятнашка это стандарт ну можно конечно и за 3 доллара для Burger King но потом не обязательно когда у вас будут жирные бока да в США очень большие порции на самом деле можно спокойно есть вдвоем и этого будут подать то есть парень с девочкой ну что вот сейчас мы заплатили за 15 долларов стейк, картошка, яйцо этого я вот так наелся что уже кажется надо поспать летишь, Паша? а я лечу да, вид такой интересный такие смотри, длинные, протяжные это все, друзья, первая дорога у нас одна из самых красивых дорог США и свежих самых дорог потому что ездишь и так бодрячком постоянно здесь на мотоцикле очень свежо ехать по идее мы все севернее уже купаться здесь не комфортно если даже люди куда-то закупаются это в основном моржи либо гидрокостюмок вот такой Сан-Франциско до него нам осталось лучше каких-то 100 миль до него нам осталось лучше каких-то 100 миль опять же это все по первой дороге в сторону Сан-Франциско когда-то он сигнализировал кораблям, когда еще навигация была на слабом уровне вот видите как небольшая такая деревушка деревушка на пару домов и такой монументальный маячок маяк манечелло манечелло ну и наверно сейчас будет шикарный вид сразу вот чувствуется что холодный океан всем своим видом он показывает это холодный злой кажется вроде такой спокойный аааа как обскалу колбарю смотришь и кажется сейчас как даст тут какой-то ветер идет а он кстати он даже парусник он уделяет а вот с этой стороны смотришь вроде так аккуратно все умиротворенно ну и снова красивые места 20 миль до Сан-Франциско по первой дороге посмотрим как серферы будут ловить волны это прикольный пляжик вот такая мариночка небольшая и крякшер устает может успеет ну а мы опять продолжаем наш путь путь вперед готов? готов нашли вот такую интересную площадку с граффити и шикарнейшим видом сейчас вы это увидите да такой дикий дикий как вы относитесь к граффити вот у меня раньше был когда компьютерный клуб у меня два компьютерных клуба было разрисовано граффити но вот когда пишут люди название вот я считаю что это просто какой-то самый отстойный граффити что есть вообще то есть вот примитивный уровень да такой что-то буквы какие-то написали что-то там пытали какой-то смысл подать мне кажется это как-то ограниченные люди вот если человек рисует вот особенно какая-то вообще карикатуля кажется ну вот оторвал бы этим граффичкам руки бы вот если человек нарисует красивую картину баллончиком это вот мне кажется профессионал ну когда вот что-то вот с этими надписями кажется ну что-то за дебил просто взял испоганил полотно которое могло бы кто-то сделать лезем так называемый бункер либо это даже дзот только он какой-то засыпанный закрытый чем-то так куда сюда Паша ну как ты я залез на этот дзот и понял что дороги внутрь нету реально дзот с таким вот видом можно туда пролезть но я что-то не нашел вход я сейчас на такой хрене стою ну что-то там есть такое интересно наверное ох а у нас эмотики мы сейчас поедем в туннель 10 или 15 миль до Сан-Франциско вот он военный бывший дзот я так понимаю люди фоткаются довольные и вот такой шикарнейший вид на мощь океана тихого океана смотрите как он ребята спускались и спустились такая низинка видище то какой оп оп главное не уйти а то искупаешься может защите еще останешься целый есть шансы вот вот друзья видите вот такие херовины квадратики эти вырезанные тут порезано тут порезано там он стоит датчик если машина наступает тем быстрее сработает этот светофор вот как сейчас он сработал видите зеленый загорелся потому что я наехал если вы в Америке не можете понять почему светофор не включается то скорее всего это потому что вы не наехали вот на эту хрень как бы не погазовать а в таком месте так мой выход только послабее вот магна была а тут так друзья не жарко вот мы и доехали до Сан-Франциско Сан-Франциско вот это чувачок рыбу словил молодец азиат мы на пляже Сан-Франциско города Диско где вы видите огромнейшее количество туристов а знаете почему потому что холодно друзья и яблоку негде упасть тупо потому что очень холодный океан Паша готов купаться? да пойдем сейчас и пойдем так люди и живут здесь смотрите видите как старый школьный автобус сделанный под дом на колесах здесь дома на колесах стоят самое интересное что вот забавная тема что иногда есть серии где просто люди живут бомжуют а в других местах например все только платно и все такова селева Америки я не знаю вот так что это Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, мы сейчас наблюдаем с вами золотые ворота. Почему они золотые? Я так что-то и не нашел. Ну, наверное, потому что золотые, хоть и красные. Это когда-то считался самый длинный подвесной мост. 1200 метров длина пролета до 1964 года. Кстати, они были построены в 1937 году. Выкидываешь на рынку? Да. Ну, почему они стали золотые, мне непонятно. Здесь и ветер не такой, да, уже? Вот забавно, друзья, но Сан-Франциско очень сравнивается с Лимой. Это Перу. Ну, и, кстати, вон пошли или чилийцы. Нет, перуанцы или боливийцы, кстати. Они такие маленькие, коренастые. Почему? Потому что очень похоже. Океан рядом, вот эти подъемы, скальная порода. Даже домики и то похожи по дизайну. Я не очень люблю город Сан-Франциско. Из-за того, что для мотоцикла это довольно такой не очень приятный город. Потому что очень много знаков стоп. Очень много подъемов наверх-вниз. Здесь довольно тяжело управлять мотиком. Плюс, самое главное, наверное, минус это холодный океан. И от него вот приходит приз, который реально тебя подмораживает. И в Волге ты уже не сможешь сесть. Здесь надо ездить в полном мегипе. Потому что иначе ты просто замерзешь. Или что-нибудь тебе продуешь. Вот. Но я сейчас покажу вам красивые места в Сан-Франциско. И вы принимаете сами решение, нравится этот город вам или нет. Пишите, естественно, в комментарии. И не забываем ставить лайк. Город диско ждет нас. Сан-Франциско. Сан-Франциско. Христианская церковь. Ха-ха-ха. Золотые купола. Золотые. Круг, может быть, оттуда пел это. Сейчас вам покажем, друзья. Это такая не очень крутая горка. То, что есть в Сан-Франциско. На самом деле не очень. Есть еще круче. И вот вы представьте. Вот такой оп. И нахрон. И тут сразу знак стоп. И вот главный вопрос. Смотрите, когда вы здесь останавливаетесь, он такой раз, фотоцикл. И можно... Уходит. И это жопа. Давай налево. Ребята, в Сан-Франциско есть троллейбусы. Это единственный город, в котором есть троллейбусы. По крайней мере, в котором я был. Здесь есть такие наклоны, что реально едешь и очкуешь. Смотрите, как машина стоит. То есть, что вы понимали, я сейчас держу камеру по горизонту. Та-дам. Тут такое... Тут спускаться просто ссыкотно. Что вы уже говорите, я канал. То есть, на механике вам бы здесь жопа была на машине. И вот она вся такая, Сан-Франциско. Вниз, вверх, вниз, вверх. И главное, постоянный знак стоп. Вот ты должен подняться и вот тут остановиться. Представь, если перед тобой машина. Постоянное трогание, это очень тяжело. Еще остановись. Тут такой наклончик. Вот кажется. Вот камера, может, это все не передает. Но, друзья, там наклон хороший. И не спеша, на два тормоза работаем. Здесь, кстати, когда-то проходили соревнования по быстрому спуску барменов. Туристическая такая досопримечательность. Там очень красивый вид внизу еще будет. Будет видно вся эта сгибающая дорожка. Здесь такая плиточка, что если бы в дождик, можно было бы и скользить дальше вниз. Баланс, баланс. И что-то пешком. Но там вот не получится. Я когда-то было так вставал, что там можно было спокойно сфотографироваться. На сегодня, видишь, туристов очень много. Видишь, какая парковка у человека. Давай сейчас попробуем где-нибудь найти парковку, притормозим и попробуем тогда прийти сфоткаться. Ну, прикольно. Вот кажется, да? Зачем построили такой фигни? Впечатление о Сан-Франциско. О, все, чума, блядь. Ну, смотрится, да? Ну, такое. Сейчас вот если, наверное, сдалека, даже не видно, что это какая-то очень изогнутая дорога. Ну, вот тебе достопримечательность, да? Вот кажется, вот элементарно. Ну, все. Мека для туристов. Первая передача, офигащик. А еще главное знак стоп. Сука, кто их придумал здесь? Ну, вот тут хорошее будет наклончик такое. Как козел дурный. Электроника отрубают, так прикольно. Подъезжай только повыше. Ну, да, тут такой наклончик. Так, следующий. Колеса передней отрываются на любую передачу. Ох, аж в ушах. Ого, нормально. Это прикольно, да? Знаю, в Сан-Франциско одно местечко, где можно поставить мотики и ничего не платить. И вот мы так сейчас это и сделали. Потому что формирование вашего бюджета из мелочей выстраивается. Там 10, там 5. Оп, и уже соточка набежала. Ну, и мы сейчас идем в такое туристическое место. Где? Где будем лицезреть пирс? Пирс или 49, или 43 какой-то нам надо построить. Это какое-то тоже значимое место. Тусовочные места. Мы пришли сейчас в музей кораблестроения. Есть старая дизельная подводная лодка. Ну, и, конечно же, старый какой-то грузовой военный корабль. А это Алькатрас. Старая тюрьма. Ну, может, покрасили. Свежепокрашенная. Свежепокрашенная старая тюрьма. Здесь проводят различные разные туры. Но проблема в том, что запись... Вот видите, кораблик рядом плывет. Это кораблик, ты можешь спокойно сейчас взять билет и проплыть на нем вокруг. Но высадка чуть ли не за 3 месяца надо взять. И, кстати, вот там проходит сейчас парочник. Может быть, не совсем... А вот вы уже видите. Он идет очень под хорошим кредом. Там такой свежий воздух фигачит. Такая силища. И он идет быстро. Ну, да, он 18-15 узлов обычно валит. Нормально валит. Такой, смотри, он плавает. Я такой, как плавает-то? А вот... Ребята, двигается лодка. Может, ее можно завести и вперед? Серьезная техника была. Слушай, а вот эти пулеметы, ты представь, она же погрузилась, и они же в воде, под водой и в соленой. И ты еще всплывай, они должны как-то работать. Подожди, подожди, сейчас смажу. Такая тут лодка подводная стоит. А потом современный такой лайнер. А там дальше, смотрите, такой же маленький. Пошел сухогруз, контейнер у вас. Чик сейчас закачает. Сейчас посмотрим, как волны дадут. Вау. Да. Смотри, какие или удары, или что такое. Вон, дырочки. Как пробойные небольшие. Да. Тут, смотри, там даже вон девочка такая. Мы сейчас в таком туристическом тоже месте, в Пирс 39. На многих маршрутах он как стоит, как обязательно для посещения. Оба! И такой пашка. А мы идем все время на эти билеты, где продают на Алька-трасс. Мы видим, что людей нетрадиционной ориентации в Сан-Франциско очень много. Поэтому надо беречь себя здесь. А это вот Пирс 39, ну, тусовочное место, где можно в разных кафешечек, всяких сувенирчиков воно впать. Ну, а мы идем дальше. Да, тут вообще люди как-то одеты, очень странно. Кто он? Это сейчас девушка проехала вунтах вообще. Кто в куртке, кто без? Ну, смотри, пуховичок несет легенький. Реально вот в шортах фигачит дед. Очень странно. Ну, здесь, знаете как, сейчас жарко, а как придет сейчас туманчик с океана, и все. И пиши пропало. Курточку лучше с собой, в Сан-Франциско все же брать. Здесь, друзья, можно купить тикет, билет на Алька-трасс. Но, к сожалению, все билеты проданы. В прошлый раз я ждал аж, ну, нам сказали, что все продано на два месяца. И сейчас сказали, что аж в пятницу. Легко можно купить билеты на пятницу, и все. Но мы не сможем, потому что сейчас не пятница, и ждать столько дней мы не будем. Видите, фильм «Скала». Вот как раз снимался он здесь, на этом макете. Так, друзья, здесь за 40 долларов на пирсе. Пирс – это вроде бы 33-й. Можешь купить билет на Алька-трасс. Или лучше через интернет. Вообще в США все лучше бронировать заранее. Да, пришли мы прокатиться, короче, на вагончиках, а тут такая очередь. Смотрите, какие интересные они. И тут зацепы для того, чтобы подниматься наверх, потому что они же будут по горам фигачить. Какой-то принцип есть. Вот, как мы видим, что мы видим. Мы видим, что мы видим. Вот, как мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим. «Скала» сам покатился. И понеслись, ребята. Но рычаги управления шикарные. Какая система непонятная. И рычаги, блин. Что он как делает? Вообще, как принцип? На чем он работает? Электричество, он аккумулятор. Система какая-то. Нормально у него такая тяга. Хорошо, пошел. Это тормоз, это тормоз такой у него. Отпустил тормоз. О, понеслось. На электрической тяге. Хороший способ посмотреть весь Сан-Франциско. Ваша себе как-то смахся. Тема такая. Так, сейчас мы пошли на гору. Вопрос как это мы сделаем? Вот тяга у них приносит у него тяга. Что-то там происходит? Как же он работает? Такой принцип работает. Надо гуглить. Красный свет. Зеленый. Электропривод в такие годы. Сила. Спускаемся вниз и уже тормоза так немного пахнут. Е-ху! Уху! Сейчас мы подпатим людей. Смотрите, какой подъемчик. Давайте ребята. Друзья, готовьтесь. Вот, хорошо сейчас будет. Теперь погнали. Вот. Вот. Опа. Опа. Жесть. Твердый так страшно, как и есть. Твердый так страшно, как и есть. Тормоза опять воняют. Тормоза опять воняют. Вот и мы приехали в центр. Сейчас нам надо ждать очередь, чтобы поехать обратно. Стоит он 7 долларов в одну сторону. Друзья, Сан-Франциско центр фактически. Да, когда-то, кстати, на постмэп я здесь даже катался. Всякие ништяки он продают. Вот здания такие. Приехали в китайский квартал и сами должны понимать, как это, почему китайский, да? А потом можно туда-либо. А потом можно туда-либо. А потом можно туда-либо. А потом можно туда-либо. Пойдем покушаем. Пошли. Самая дешевая еда в Америке – это китайские ресторанчики. Буфеты, потому что можно до крина наживаться. Рекомендую ходить. Вот смотрите, за 8 долларов сейчас взял самый крутой, типа самый большой суп с мясом. А так за 6, мы за 6.75. И прям объесться можно. И реально ты наешься. А вот такая тарелка супа. Сейчас мы пока там. Какая вкусняшка. Вот это, я понимаю, супик даже как тайская ложечка или китайская. Только прикольно, что в Китае, когда я путешествовал, для меня это была самая невкусная страна по еде. А в Америке… А сейчас в формале залетает. Не знаю. Не, просто она отличалась реально. То есть там похуже было. Почему? Тайская самая вкусная. Это очень вкусно. Вы знаете, что? В Китае это нормально, когда ты чавкаешь и все рб. Это насыщается кислородом еда. Но это не точно. ОПiffsaren Са căтуется и в erro birliktew. В форме. Рисщи себя в сторону. Не знаю. Через гипет. Аграция, аграция, что ты так необję. Это здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Самый большой лесной мост Но технологии не стоят на месте Какие рыбаки, что-то рыбачат И мы видим Сан-Франциско Это город Диско Вот этот мост Видим, да? Стоит 10 долларов, чтобы переехать Этот мост также стоит 10 долларов Если едешь в ту сторону Обратно бесплатно То же самое и этот мост Обратно бесплатно По кругу 100 миль Или 200 миль Ну, в общем, выгодно, короче, понимаете сами А вот моя, которая, видите, светится Это Алькатрас И он далеко Это далеко А нам сейчас ехать на Сакраментоо Нам остается где-то примерно 120 миль Так что погнали Погнали!